С 2010 года в рамках национального проекта «Демография» в Якутии успешно реализуется мера государственной поддержки «Социальный контракт» как механизм поддержки семей с невысокими доходами. К примеру, в 2023 году на Эмиконском районе заключено 99 социальных контрактов. Это значит, что 99 семей района смогли поправить свое материальное положение. Наш сегодняшний рассказ об одной из семей, начавших свой бизнес с получения социального контракта. Семья Андросовых образовалась в 2010 году. Алена – финансист, экономист. Афанасий учился в колледже культуры и искусств. Но, как говорит Алена, у него всегда была коммерческая жилка. А если получается, то почему бы и не попробовать? – Далеко от этого была. Это у меня Афанасий, как бы он предприимчивый. У него есть такая жилка, торговать, бизнесмена. Вот, как сказать, он начал заниматься этим. У него вот идея была и, как сказать, планы. Начали же мы продавать с рыбы. Он, вернее, продал. Я работала, налоговая работала, бухгалтером в Сарлахсурме работала. А он продавал потихоньку, скажем так, этот. Начинали бизнес без ничего, с нуля, можно сказать. Рыбу продавал, ездил по предприятиям. И он вот видел, что это хорошее будущее, что есть перспектива для бизнеса вот именно в Уснере. Что люди берут, хорошо интересуются нашей, ну, в то время рыбой, конечно. Потом потихоньку мясо подключил, стал мясо продавать. Вот, а потом, а потом вот мы решили, что надо строиться, что нам надо помещение. Вот так ездить по предприятиям, продавать, заявки собирать и разносить как бы неудобно. Мы взяли кредит в этом. Фонд поддержки малого предпринимательства есть такое предприятие. Мы вот там взяли, там кредит дают, ну, льготные эти условия у них там для северных, для этих производственников. И вот мы в фонд поддержки обратились. Ну, и там в плане же надо писать как бы бизнес-план, что мы планируем. Мы вон туда включили свои полуфабрикаты и вот копчение рыбы. Вот на такое они как бы это, льготные условия по фонду. Надо было поручителя или под залог. Мы вот квартиру свою под залог дали, как бы, ну, оформили и получили 800 тысяч. И вот на эти деньги мы построили вот это здание. Постепенно пришли к мысли о переработке мяса. Кроме распиловки стали делать фарш, котлеты, фаршированный перец, голубцы. Летом вот построил мангал по ютубу и посмотрел через ютуб. И вот кирпичами построил мангал и вот всю зиму продавал здесь сашлыки. Вот сейчас уже 8-7 марта тоже заказа принял. Заказы, очень много заказов. Сейчас. А вот из вашей продукции что вы считаете самое такое, ну, ходовое, лучше всего продается? Фарш. Фаршатый фарш. Очень сильно идет, быстро. Очень много фарша идет. Больше всего, если я по объему смотреть, у нас ковиевая свинина, особенно. По объему фарша идет. Ковиевая свиной особенно. Ну и полуфабрикаты тоже берут, конечно. В этом году уже больше стало людей. В этом году клиентов у нас еще по покупателям смотреть больше стало. И вот интересуются. А вы ведете учет покупателей? Мы же все равно смотрим, сколько брали в прошлом году, и сколько сейчас берут. Мы же себе что-то тоже делать. Да. Мы не считаем, конечно, каждого покупателя. Но по объему продукции, то вот сколько мы сделали вот за зиму, получается, как бы в этом году намного больше. По мнению покупателей, здесь всегда свежие полуфабрикаты. И это действительно так. Готовятся небольшими порциями, реализуются на месте и поставляются по договору в один из магазинов райцентра. В магазине полуфабрикаты от Андросовых отличить легко. Фонд поддержки предпринимательства одобрил и изготовил им рекламную наклейку. Ежегодно покупаю мясо говядины побольше, потому что, ну, мне там мясо нравится и цены у него очень приемлемые. Вот эти готовые продукции делает полуфабрикаты, да. Пришли на скорую руку быстренько, приготовили, зажарили, сварили, сели и ужин, и обед уже готов, как говорится. Недавно вот я у него брала, вообще я пошла за мясом очередной раз и увидела прямо на тазу красивые, свежие рыбочир, малосока. Я не удержалась, принесла, да мой боже, какая вкуснятина, правда, очень свежая, жирная, вот, ну, прям, самая то вкуснятина. Сходила, купила и наслаждаемся натуральным мясом, натуральной рыбой, натуральной пищей нашей местной. В основном у него, даже зайцы у него есть, мясные вот, патраха, мы тоже якутскую кухню люблю, и там все есть, можно все приобрести. На закупки глава семьи ездит сам. Перед Новым годом ездил в Иркутск, вот мясо все, оптом сразу, тонн почти 10 купил там, свинину, говядину, баранину, оттуда все привез. У тебя еще есть кто-то там знакомый? Да, есть у меня там люди, которые ездим с ним, вот, ну, потретим. Он знает места, где по деревням, заказываем мясо, вот там берем. Еще вот бузы берут тоже, слоны, здесь, там уже сколько лет с ним работаю. Занимается рыбой, вот, зерянка, особенно мне продают чебака, чебак, бяля, продаю, чир и чакурда. Вот в этом году взял озера, чир, очень хорошие, жирные. А местное мясо? С этими работаю, да, с учигейсами. Я в Кирюте тоже сестры покупаю. Ну, вот так вот. Ну, наше мясо с шишцем дорогое. И мало его. И мало совсем. Здесь чисто жеребятину местную я беру. Хоть она, поскольку дорогая, но все равно беру. Да, потому что люди просят. Люди просят, и как бы все равно, как сказать, местное есть местное. Хоть чуть-чуть добавлю, но все равно маленькая. Сейчас она быстро, все равно много не дают. Вот здесь я продаю. Вот здесь, это, чтобы не ответрилось, закрываю. Сейчас уже как бы тепло. Вот рыбачилю, например, караси. Вот делаю строганинки. Вот, как раз говорил. Вот кубики для салата андигирка. Вот строганина в таком виде. Это, например, говядина, баранина, оленина. Вот печень говядина. Там у меня жеребятина. И вот еще полуфабрикаты бурятские племени, бузы. А вот полуфабрикаты наши котлеты. Фарш жеребятина, говядина, говядина-свинина. Голубцы ленивые и фаршированные. Короче, вот так вот. Есть у меня еще вот с Иркутска, у меня там парень, домашние котлеты делаю. Эй, домашние котлеты, говорю, вот эти колбаски домашние. Они в замороженном виде приехали. Вот так и вот продаю. Вот сардельки, северные там рулеты. Вот так вот, короче, работаем. Пока не жалуемся. Работа есть, хватает. Работают супруги без помощников и, можно сказать, без выходных. Работают в основном зимой. Летом с хранением сложнее. Купили бы холодильное оборудование, да специалистов по его ремонту нет. А в поселке часто случаются перебои с напряжением в электросетях. Мы вот покупали оборудование холодильное, чтобы круглогодично работать, чтобы была камера, вот, как сказать, холодильная, да? Но у нас не хватает специалистов по обслуживанию вот этой камеры. У нас вот вечно свет, что-то выключают, то включают. И как лето начинается у нас. И у нас горело. И мы это, вот, я считаю, что мы бы уже не стали покупать. Решили, что пока это. Потому что специалиста нету. Ну, чтоб проверил, вот это все как следует установил. Не хватает вот именно таких узкопрофилей, что ли. Летом у вас отпуск. Какой отпуск? Отпуска нет у меня у нас никогда. А что тогда летом делаешь? Я... Нет, почему? Здесь у меня стройка начинается, что-то делать начинается, а потом уже ягода начинается. Уже в лес иду ягоды собирать. Уже ягоды... Это же для души. Почему души? Все равно же люди берут. И все же не ходят ягоды собирать. Вот я начинаю ягоды собирать, тоже продавать. Все равно не души. Для души чем занимаешься? Каю. Понятно. Я пою иногда. Я не могу сказать тебе при встрече. Не могу найти хотя бы потом. Казалось бы, дело налажено, все работает. Но неугомон и глава семейства уже строят новые планы. Расширить помещение, добавить ассортимент. Вот, купили оборудование для лепки пельменей. Тестомес, фаршемес. Оборудование сначала изучат и опробуют сами. А только потом пригласят и обучат помощников. Тогда уже все узнаем, что-то как. Еще хочу на следующий год купить эту тушенку. Готовить. Есть говорят, аппарат. Аппарат есть говорят, я услышал, да, оборудование есть такое, что тушенку сделать. Тогда все полностью буду готов, все узнаю. Потом уже расширение и народ пойдет. Побольше зданий сделать, людей взять на работу. По Магадану. У нас же место хорошее, наверное. И Якутск можно, и Магадан можно. И рыба рядом, все рядом. Мы сейчас же не можем, например, я мог бы сейчас, если много рабочих было, я мог бы сейчас уже Магадан отправить, Томтор, Амекон, весь Амекон был снабжен своим подбором. А это не получаю, потому что нас двое не успевает. В дальнейшем плане у меня есть такое, что хочу большое это поставить, вот это здание, взять людей на работу. Согласно порядку предоставления, семья может заключить социальный контракт два раза. Семья Андросовых заключила социальный контракт в 2017 году на открытие своего дела и в 2023 году на расширение своего дела. Сейчас семья успешно реализует свое производство мясной и рыбной продукции, тем самым радует жителей поселка Уснера. Сегодня семья имеет достойный и стабильный доход, что является примером успешной реализации государственной поддержки.